Развитие национальных языков – один из приоритетов российской внутренней политики. В разных регионах страны к ее решению подходят по-разному, но общая цель – сохранение языков как основы жизнедеятельности и культуры этносов. Тем не менее, сейчас ученые обеспокоены угасанием интереса к их изучению и распространению. Что нужно, чтобы наши потомки могли общаться не только на языках международного значения? Ответ искала Жанна Гуляева. Нет языка – нет народа. Истина прописная, но ее осознание остроты проблемы не снимает. По прогнозам лингвистов, всего через два столетия из 6800 ныне существующих языков останутся лишь 250. То есть исчезнут почти 90%. Чем малочисленнее этнос, тем выше степень угрозы. И здесь многое зависит от самих носителей языка. Их стремление сохранить и передать его последующим поколениям. В условиях урбанизации и глобализации сделать это достаточно сложно. Вы с детьми на каком языке разговариваете? Ну, мы стараемся и на родном разговаривать, и по-русски. А 50 на 50? В основном разговариваете на русском языке, как бы взять на улице. И ему он нужен по-любому. Мы с людьми общаемся. Балкарцы у нас живут, гамбардинцы. Я, например, я черкес. Там абазины у нас есть. У нас вот турки вот здесь во дворе живут, приезжим, учащиеся. И все равно нужен этот язык. К сожалению, мы только устной речью владеем. В России один, когда наши выходят, смотрим. И я даже на балкарском смотрю, если честно. Но я ничего не понимаю, просто ради интереса. Я читаю на кабардинском языке газеты. Ну, наверное, в неделю раз точно. Газеты и ТВ сегодня чуть ли не последние пристанища литературной формы кабардинского и балкарского. Носители национальных языков, способных сформулировать мысль без заимствований из русского, с каждым днем все меньше. А найти пишущих еще труднее. Республиканские СМИ все острее ощущают кадровый голод. Для сохранения языка одного энтузиазма мало, убежден главный редактор Адыга Псаля Мухаммед Хафица. Газете нужна господдержка, уверен он. И в этом деле уже есть подвижки. Недавно на совещании у премьер-министра Рустана Талыча Хасанова нам было обещано, он и приходил сюда в редакцию, собрал всех журналистов со всех редакций и сказал, что будет всяческая поддержка в подписке газеты. Очень надеемся, что вновь заработают административные ресурсы. Сегодня тираж газеты сократился до 5200 экземпляров. Это в четыре раза меньше, чем издавалось в лучшие времена. Однако оснований для отчаяния нет, считают журналисты. В интернете Адыга Псаля ежедневно читают 60 тысяч носителей языка. Усилиями соотечественников издание переводится на турецкий. Это помимо английского, немецкого и языков народов России. Такая же практика применяется и в балкарской газете «Заман». Только здесь для диаспор, проживающих за пределами страны, переводят с кириллицы на латиницу. Я считаю, что в основном наши читатели – это люди старшего поколения. Молодые в основном заходят на сайт и смотрят по интернету нашу газету. Это говорит о том, что все-таки интерес есть к национальной газете. Более того, я вам скажу, что с появлением интернет-версии нашей газеты, мы недавно были в Турецкой Республике, в местах контактного проживания наших соотечественников. Так они, опережая нас, придумали такую программу, которая без ошибок переводит с кириллицы на латиницу. Зачастую получается, что соотечественники, оторванные от исторической родины, проявляют куда больший интерес, чем мы, фактически живущие в языковой среде. Закон о языках народов КБР, согласно которому кабардинский, балкарский и русский имеют статус государственных, принят парламентом республики еще в 94-м. Два года спустя была утверждена госпрограмма развития национальных языков. Ее оценочная стоимость превышает 20 миллионов рублей. Но деньги и обязательства власти не могут заставить граждан говорить на родном языке. Государство может лишь помочь в этом. Нужно не только понять, что... Свой язык – это самый дорогой. Но и... Надо свой язык знать. Учить, читать. Жанна Гуляева, Осия Дбитуганова, Адмир Сабанчиев. Вести Кабардино-Балкария.